Сегодня 11 июля 2020 года. Я по-прежнему находлюсь в Израиле. Тут у нас суббота, конец шабата, пол четвертого дня. А в Хабаровске сейчас вечер, пол одиннадцатого. И почему мы заговорили про Хабаровск? Да потому что сегодняшний день, эта суббота, знаменательная. Она останется в памяти хабаровчан. Это удивительный день, когда несколько десятков тысяч горожан вышли в город, прошлись по центру города, по площадям и улицам на митинги. Этот митинг, его можно назвать протестным, его можно назвать активистским, его можно назвать правозащитным. Лозунги были самые разные, в том числе «Москва, уходи». А формально этот митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого увезли в Москву по подозрению в организации убийств и покушений на убийство. Чтобы узнать, как прошел этот день в Хабаровске, мы созвонили с гражданским активистом, жителем Хабаровска, преподавателем Виталием Блажевичем. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Сколько у вас времени сейчас? Ну, сейчас у нас, ну, полдевятого. Полдевятого, хорошо. Вот вы вернулись с митинга, живы-здоровы, все в порядке. Да, да. Это было предсказуемо, кстати, для вас, что не проведете ночь в автозаке. Мы тут, москвичи, привыкли, что полсекунды с плакатом и все, и в автозак. Ну, вы знаете, всегда идешь, ну, как бы готов на все, но я обычно не думаю об этом. И я обычно стараюсь не бояться и всех уговариваю, что бояться не надо. Ну и, слава Богу, как оказалось, и не стоило ничего бояться. В общем, да, вот я думаю, вот в этом во многом, ну, как-то вот, и, ну, моральная прям победа, что взяли, пришли, никого не спросили, не побоялись, не побоялись, ну, и никто не посмел нас тронуть. Вот, никто просто не посмел. Пусть они сами боятся. Да, так что, все, слава Богу, хорошо, и на самом деле настроение приподнято, и у всех. К тому, что мы видели в интернете эти видео, короткие видеоролики, фотографии, это очень по настроению напоминает то, что Москва переживала вот в конце 2011 года, 2012, вот такой вот праздник с шариками, ленточками и какой-то восторг от самих себя. Вот я в этом тогда участвовала, и это хорошо помню. Расскажите все-таки вот сначала эту историю, что это было? Есть уже какая-то рефлексия? Ну, тут надо, конечно, говорить про Фургала. Он достаточно такой, ну, как, ну, системный политик, да. Ну, вот, системная вот эта вот оппозиция, да, ЛДПР. Ну, все знают, что такое ЛДПР, в общем-то, и какие они, в кавычках, оппозиционеры. Вот он всегда такой и был. Но вот случилась такая тема, что его как бы взяли, ну, вот сейчас такой термин есть, такой технический кандидат. Вот. То есть, как бы вот спарринг-партнер вот этому шпорту, ну, который ставленник Москвы, который вот Единая Россия. И еще раньше уже были такие выборы, и Фургал тогда не очень много набрал, ну, а Шпорт вот тогда победил. И вот они решили повторить опять все то же самое. И вот, прям так вот и говорят, что, ну, как технический кандидат. Вроде как и солидно, но и в то же время как бы он, ну, не должен был пройти. А получилось так, что они поровну голосов набрали. И получился второй тур. А во втором туре он, ну, вообще просто раз и победил. И это было действительно, ну, как бы неожиданно. И это вот, ну, сто процентов, что это не вот кремлевские игры. То есть, в принципе, он смешал вот эти вот самые карты. И, ну, кремлевской политики просто вот. И пошел губернаторы, да. Ну, уж какой он губернатор там, ну, я не знаю. Ну, некоторые хвалят там, ну, я не знаю, если честно. Я и не следил за этим, вот, честное слово, не следил за этим. Ну, есть у нас губернаторы, есть. Я за него не голосовал. Ну, прежде всего, меня в городе не было. Во-вторых, да я бы и не пошел. Просто потому, что вот за ЛДПР я бы никогда бы не стал голосовать. Но люди, да тоже бы, люди бы и за ЛДПР бы и не стали бы голосовать. А вот просто вот, ну, назло, назло вот этим вот, единой России. Лишь бы не единая Россия. Ну, да. Умное голосование, так называемое. Вот именно протестное голосование, вот, стопроцентное. Вот просто вот классическое протестное голосование. И вот так вот получилось. Ну, и люди его поддерживали, в общем-то. И он действительно тут вот как бы популярный был. Ну, и есть, конечно, как мы видим. Вот. Ну, меня, конечно, он вот в последнее время разочаровал тем, что, ну, сначала Дума Краевая проголосовала за поправки. Вот. А Дума Голосовая, ну, пришла к власти, ну, проголосовали за Думу. Тоже там, ну, сплошной ЛДПР. Это было именно на волне, вот, ну, популярности. Вот эта эйфория, что фургал прошел. И сейчас мы ядросов этих всех не пустим в Думу. И на самом деле там их что-то человека два. Всего ядроса на всю Краевую Думу. Все там в основном от ЛДПР. Но эта Краевая Дума проголосовала за поправки. Ну, там нашлись такие некоторые хитрые, ну, с кем я лично вот, ну, как бы общался и где-то в чем-то сотрудничали мы. Еще до того, как они вступили в ЛДПР, там были, ну, интересные люди, активисты, ну, тоже такие вот, как бы, ну, оппозиционно настроенные. Но вот они вот под эту волну вступили в ЛДПР, ну, они вот, ну, не явились на, ну, вот, на заседание, не голосовали. Ну, тем не менее, все равно это было не очень красиво. Люди ведь все-таки именно голосовали-то вот, ну, как бы против, да. А в итоге все равно получается, что и голоса, ну, ушли вот туда, Путину, да, вот на это обнуление. В общем, да, я был разочарован. И потом Фургал тоже, ну, вяло. Но, тем не менее, он вот, ну, как бы, вот формально, вот, ну, призвал людей голосовать за вот эти вот самые поправки. Ну, и, в общем, я был вообще разочарован. Но, вот, вот, как получается, что я лично, вот, ну, какую ему вот заслугу приписываю, что он не стал использовать свой административный ресурс для того, чтобы фальсифицировать. Вот это последнее голосование. И, вот, я думаю, что вот те цифры, которые Хабаровский край дал по вот этому последнему голосованию, ну, это где-то более-менее реальные, вполне реальные цифры. Какие цифры? Конечно, здесь у нас вот военных много. Сколько процентов-то за? Ну, вот, 44% явки. Ага. Я лично был вот за бойкот. Я был за бойкот. Ну, я хорошо отношусь к людям, вот, которые призывали, там, против голосовать, в общем. Ну, как бы, такой, там, как-то жесткого противостояния не было. Но я был за бойкот. И, ну, вот, этот бойкот, он сработал. Но я не скажу, что прям, вот, там, была какая-то компания серьезная за бойкот. Да просто люди, вот, ну, вот, ну, избрали, вот, как бы, тактику такую протестную. Ну, именно, не ходить и не голосовать. 44% явки, а из них сколько процентов за? Ну, и процент за, вот, из тех, кто явился, да, и из тех, кто явился, там, что-то 62%, ну, я округляю, 62% за. Ну, в итоге это получилось, там, вот, высчитывали там люди, не я сам считал, ну, что, вроде как, 28% избирателей всего, ну, как бы, высказали за. Ну, то есть, вот, ну, грубо говоря, Путин получил у нас здесь, вот, ну, 28%. Неприятный результат для него. Ну, от, 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 от 28% от числа вообще зарегистрированных, ну, избирателей, да. Ну, в общем-то, не очень большой результат. Да, и то он, конечно, тоже накрученный и наверченный в том плане, что у нас здесь много военных, военные, у них там своя политика, вот. Может быть, даже где-то в чем-то там, какой-то там ресурс там, ну, я не знаю, у нас все-таки сфальсифицировать вот данные. Ну, такого не было. Так что я вполне допускаю, что это вполне более-менее, ну, реальные цифры. И вот я лично считаю, что, ну, Фургал именно, вот, ну, как бы, поплатился вот за то, что он, ну, не стал фальсифицировать выборы. Не выборы, а вот голосование. А как вы объясняете вот этот народный подъем, потому что, действительно, не самый популярный кандидат из ЛДПР, там, с понятной ЛДПР-овской такой, сказать, упаковкой, вот. И тут просто пошли, как будто любимейший персонаж всех хабаровщан. Здесь, ну, вот, как бы даже не, 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 это не политика. Это вот не политика. Да, и еще, а еще, знаете, вот у нас здесь и экономические претензии всегда, там, вот, что там Москва, там, все оттягивает, там, и, знаете, всплывало, кстати, сегодня, там, про рыбу говорили, там, что, вот, москвичи, там, рыбу, там, перекрывают в Амуре, там, всю ее вылавливают и не хватает, вот, уже местным и коренным, там, ну, и так далее. Ну, то есть, да, есть экономические, есть политические, но все это, знаете, вот, все это только вот говорили, там, ну, там, жаловались между собой, так, да. Но, вот, именно вот этот арест, ну, это уже было просто последняя капля. Ну, на самом деле, это уже, как бы, вот, ну, ну, оскорбили, нас просто оскорбили. За Путина здесь не голосовали, за Фургала все-таки проголосовали, протестно, не протестно, там, там, ну, тем не менее, за него проголосовали, все, и я вот тоже, я не голосовал, но я говорю, что я уважаю выбор, ну, моих земляков. Да, за него проголосовали, все, он легитимный. А вот за Путина у нас здесь вот как-то особо, ну, во всяком случае, по последнему вот этому голосованию, ну, не очень его любят и не очень-то за него голосуют. Вот, и вот он, ну, я не знаю, как, ну, люди вот говорят, что плюнул в лицо, да, вот, то есть нам плюнули в лицо, ну, я говорю, что нас оскорбили. Это чисто такие, вот, знаете, вот уже, ну, моральные категории, не экономические, не политические, а именно моральные. Какой бы он ни был там, вот. Ну, свой, земляк, свой парень. Да никто там особо не говорит, что он плохой там, ну, ну, какой бы он ни был, вот какой бы он ни был. И люди даже, да, может быть, он даже и действительно в чем-то виноват, ну, но людей это уже мало волнует. Люди не хотят там вот прям вот разобраться там, вот как там, что там на самом деле было. Это уже не важно. А важно то, что, ну, он наш уже, он свой, да, а его на тебе. Вот какой бы он ни был, он наш, все. Наш выбор, вот, ну, кричали все время, наш выбор, да. Вот вообще интересно сама, вот эта механика, что люди вот просто сидели такие и поняли, все, мы пойдем сейчас. Да, то есть это будет какой-то эмоциональный такой вот городской подъем от партии. Тем одновременно пришла в голову одна и та же мысль, что надо идти и выражать вот это свое оскорбление. Ну, потому что оскорбили, просто оскорбили, потому что вот это вот видео прошло. Ну, не знаю, они специально, наверное, вот слили это видео, ну, что ему заламывают руки, одевая там наручники, что ему там что-то вот почему-то рукой на голову ему там давят, да. Ну, то есть, ну, явно, что его вот, ну, как бы физически его вот унижают. И люди это, конечно, вот восприняли как вот личное оскорбление. А еще более того, не просто его арестовали, а его вывезли в Москву. Ну, к Москве на Дальнем Востоке всегда очень такое, ну, сложное отношение. Не к массовичам, а вот именно вот, ну, как бы, как к центру власти. Вот. И его еще туда увезли. Ну, все говорят, что, ну, даже если он совершал там преступления, там, и надо расследовать. Ну, он же здесь эти преступления, ну, если совершал, он же их здесь совершал. Ну, здесь надо и расследовать. Ну, все говорят, а почему раньше не расследовали? Ну, а почему вот, почему вот так вот допустили там какой-то преступник? И вот он, ну, почему допустили такое, что вот он был губернатором? Раньше надо было все это как-то, а сейчас уже не важно, что было. Важно, что, ну, люди оскорбились. Вот. Ну, и, да, вот эмоциональные чувства. А можете рассказать о той встрече с представителями аппарата губернатора? Я видела видео, стоит женщина, кто она, пресс-секретарь его, с громкоговорителем и общается, общается вот с людьми, которые прямо вплотную подошли к Белому дому. Можете рассказать, что там было? Она, она толком не могла ничего сказать, потому что народу было очень много, очень было много народу. Вот про демонстрацию вообще надо отдельно еще поговорить, вот какие, как она прошла, да. Там было много народу, и ее было совершенно не слышно. Вышел какой-то там мужчина, я даже не знаю кто, там скандировали, кто вы такой, кто вы такой, он даже не представился. Он только вот вышел, начал вот пугать там коронавирусом. Мы, конечно, серьезно относимся к коронавирусу. Я вот все время в маске все время был, в перчатках, в общем, ну, во всей оружии, как говорится, да. Ну, его буквально вот, ну, ну, вежливо и культурно попросили уйти. Ну, и, но с другой стороны, они вот как бы предложили развитие, как бы всей этой ситуации. Они вот предложили подписывать там петицию, вынести стол там, ну, в общем, ну, как-то вот, ну, к этому моменту, к этому моменту, вот действительно уже, ну, мы уже все высказали. Вы знаете, такого в Хабаровске, ну, не было никогда, никогда не было. Там же что произошло? С утра начали огораживать площадь, ну, чтобы не пустить людей. А люди собрались, смели это огорождение и все равно зашли на площадь, постояли, постояли на площади, да решили идти демонстрацией. Такого, конечно, у нас, ну, бывало, бывало, но такой массовости не было и такого подъема, воодушевления, конечно, не было. И все, и как пошли гулять по центру, по всем центральным улицам прошлись, по всем площадям прошлись. И скандировали, и причем, вот, чем дальше, тем чаще звучало, что Путин в отставку, Путин вор, не прогнемся под Москву. Вот такие лозунги все чаще и чаще и с большим энтузиазмом начали звучать. Хотя, конечно, ну, самые распространенные, что там, свободу, свободу Фургалу, там, Фургалов наш губернатор. Но, вот, чем дальше, тем больше звучало именно прямое, вот, обвинение Путина, прямое, вот, несогласие с Путиным, прямой, вот, протест именно против Путина. Меня, конечно, это очень порадовало, да. Я, потому что именно, вот, именно, ну, вот, на этот посыл, собственно говоря, я ишел. Да, не за ЛДПР, уж точно. И многие так, и многие так. А почему не задерживали? Вот, правда, и боялись руку поднять на своих? Я думаю, да, потому что очень много народу собралось. И, если бы начали задерживать, ну, там бы, действительно, ну, могло бы, вот, ну, случиться что-то такое, ну, очень серьезно могло бы быть. Ну, просто они не пошли на это. Они не пошли. Я не знаю, может быть, в каком-то другом городе там, может быть, и пошли бы на это, но здесь, ну, я не знаю. Я не знаю, конечно, почему. ОМОН был, ОМОН был, стоял рядом, но они, вот, до последнего так и не вышли из своих вот этих вот, ну, что там у них там. Вот, вот, прямо интересно, неужели это та самая солидаризация, какая произошла, вот, ОМОН и Росгвардии, которые, в общем-то, себя в этот момент, может быть, первый и последний раз почувствовали частью вот этого народного гнева? Ну, я не знаю, вот, я не знаю, честно, не знаю. В общем, они были, ОМОН был, то здесь все, и плакаты были, и флаги были, и, там, лозунги были, и милиция, ну, никак не реагировала. Ну, я считаю, что, ну, и правильно они сделали, потому что, ну, никто не захотел обострения. Ну, и слава Богу, и я считаю, это наша моральная победа. А может быть, они действительно просто боятся уже, ну, и пусть боятся. А какая все-таки вот логичная точка сегодняшнего дня? Подписали что-то, да, петицию, манифест? Ну, на самом деле, петиция уже в интернете подписывается, да. А тут вот, ну, такое вот уже как действие на улице, там, вот что-то в стол вынес, и что-то там ручка. Ну, я не знаю, я не стал всего этого подписывать. Для меня лично, вот для меня лично, ну, моральное удовлетворение я получил, когда мы прошли по городу, сказали все, что мы хотели, громко сказали, и, ну, видно было, поддержка была видна. Вот и автомобилисты стояли в пробках, но они поддерживали демонстрантов. Видео, там, фотографии с демонстрацией разлетелись по всему городу. По всему городу, и люди говорят, и поддерживают по всему городу. То есть, на самом деле, вот, ну, весь город встал, да, и поддержал. И вот такое вот моральное, ну, приподнятое настроение сейчас вот во всем городе, это прям чувствуется. И вот для меня лично это вот, ну, не точка, а духоподъемное настроение такое. В общем, настроение мы себе подняли. Подняли, да. Нет разговоров о том, чтобы, вот, как это было в прошлом году в Москве, выходим каждый вечер на Трубную площадь, будем выходить до тех пор, пока, то есть, вот такого нет, такой волны. Я не знаю. Вот молодежь, может быть, вот молодежь там скандировала, мы не уйдем. На самом деле, многие московские лозунги повторялись, все там, и Россия будет свободной, и там, и вот Путин вор, это же все вот, ну, московские кричалки, да. В общем, ну, и мы не уйдем. Вот кричала молодежь такая. Я не знаю, вот, ушли они, не ушли, ну, мы ушли. Ну, что я еще, ну, про себя вот могу сказать, что я не политик. То есть, я не политолог вообще, то есть, я не могу вот как-то там оценивать или там выстраивать какую-то стратегию, там, вот, что надо делать так, надо делать всяк. Я просто гражданин. И, ну, вот, я как гражданин сегодня удовлетворен тем, что мы вот хотели сказать, мы хотели пройтись по городу, в общем, продемонстрировать свое отношение, вот, ко всему, что это творится. Ну, и, в общем-то, мы получили, ну, я лично получил моральное удовлетворение. Конечно, что-то надо делать дальше там и так далее. Посмотрим, как оно будет. Вот, но я считаю, что вот город уже другим не будет. Уже, ну, уже вот какая-то вот это вот, ну, не то, что движуха пошла, а вот люди себя по-другому почувствовали. Вот это самое главное для меня. Спасибо. Ну, у вас вообще в этом году, наверное, много переживаний. Вы же где, вы в Ухане были, да? Встретили начало пандемии. Да. Нет, я в Китае, там на севере Китая я был. Работаю я там. Там, кстати, ну, чуть-чуть полегче. Ну, вот, единственное, что мне пришлось семестр провести онлайн. И для меня, конечно, вообще новое все новое. Ну, в принципе, мне даже это как-то интересно было освоить вот онлайн. Ну, и чисто по-житейски мне, конечно, из дома работать за те же деньги, ну, было комфортно, хорошо, да. Ну, наверное, побывав в месте, откуда началась эпидемия, потом уже не так страшно выходить на митинги в Хабаровске, не так страшно подцепить вирус. Нет, ну, про эпидемию, конечно, это отдельный разговор. Все это очень серьезно, да. Но, знаете, вот парад не отменили, парад не отменили, пожалуйста, парад был. Вот это вот голосование не отменили, все, да. И вообще все, сняли все карантинные вот эти вот ограничения, ну, практически все. Вот у нас еще только общепит не работает в полную силу, но веранды разрешены. Я не знаю, опять же, я не эпидемиолог. Я не знаю, как лучше, как хуже, но на митинг надо было выходить в любом случае. В любом случае. Я думаю, что если кто и заразился, так вот больше там на том голосовании и на том параде больше люди заразились, чем на этой демонстрации. Чтобы не болеть, надо иметь хороший иммунитет, чтобы иммунитет иметь. Надо хорошее настроение иметь и быть в форме. А вот я думаю, что демонстрация, она вот и, знаете, как-то нас в форму привела и настроение подняла. Ну, я надеюсь, что и иммунитет наш тоже поднялся.